Всем приветики! Сегодня расскажу вам о новых законах в Калифорнии, которые вступили в силу с 1 января 2017 года. И первый основной закон, который должен радовать всех, это минимальная зарплата. Минимальная зарплата с 1 января должна возрасти до 10 долларов 50 центов в час. На 50 центов подняли уровень заработной платы. И вообще тенденция такая, что они хотят к 2022 году сделать так, чтобы зарплата была минимум 15 долларов в час. То есть теперь минималка уже 10,5. Когда мы приехали в Америку, по-моему, она была 9 или 9,5 долларов в час. То есть за 3 года выросла минимальная заработная плата. Второй закон это о сексуальном насилии. Теперь секс с женщиной в пьяном состоянии, в алкогольном или наркотическом опьянении или находящемся без сознания будет считаться преступлением. Раньше за это давали испытательный срок, то есть за такое преступление. Теперь будет тюремное заключение. Следующий закон, они у меня тут выписаны. Я, наверное, все не буду говорить. Я оставлю под видео ссылку, откуда я взяла всю эту информацию. И полный список законов, прочитайте там. Такие основные, наверное, скажу. Владение оружием. Люди, владеющие оружием с магазинами, рассчитанными более чем на 10 выстрелов, должны будут сдать эти магазины, начиная с 1 января. Помимо этого, с 1 января в штате будет запрещена продажа оружия, магазин которого можно выкинуть одним нажатием специальной кнопки. Вот так вот для владельцев оружия. Пятое. Пользоваться телефоном во время вождения. Ну, это вообще, по-моему, главный косяк в этом самом, в Калифорнии. Я не знаю, как в других штатах, но тут все время все сидят в телефонах за рулем. Буквально вчера одна неадекватная, она реально, она ехала в телефоне. И как она ехала, это просто жуть жутная. В общем, отвратительно. И теперь любые приложения, чаты за рулем с 1 января будут строго наказываться. Они и до этого строго наказывались. Я не знаю сейчас, насколько они это все ужесточат. Вот. Потому что до этого, ну, до 1 января штрафы были тоже ого-го какие. Там что-то порядка 500-600 долларов были штрафы. Причем полицейский мог подъехать, просто заглянуть тебе в машину. Не надо было там в открытую ехать, да. Если так сидишь снизу из-под полы в телефоне что-то читаешь, он мог заглянуть к тебе в машину и оштрафовать тебя. Ну, в общем, все очень-очень строго. Единственное, что они разрешают, это голосовое управление. Вот. Так что... Ну, современные телефоны, конечно, все на это рассчитаны. Вот. Надо учиться голосом управлять. Вот еще закон испытания медикаментов. Смертельно больным пациентам будет разрешено принимать медикаменты, которые еще не прошли клинические исследования, но могут быть лечением для их болезни. Тоже, мне кажется, очень интересное такое нововведение, потому что люди больные там совсем-совсем больные и на грани уже находятся, то почему бы не рискнуть, почему бы не попробовать, да, если уже все равно как бы все плачевно. Торговля людьми. Люди младше 18 лет с 1 января не будут осуждаться за проституцию, а будут квалифицироваться как жертвы торговли людьми. Детям с 13 до 15 лет будет разрешено давать показания по делам, касающимся их воспитания и ухода или других преступлений, свидетелями которых они стали вне зала заседаний, чтобы защитить их от преследований. Такой тоже серьезный закон. Вообще в Калифорнии как бы очень много всего такого негативного в плане наркотиков, проституции, продажи людьми, потому что мы находимся на границе с Мексикой. И так, чтобы прям совсем здесь все так распространено, нет, конечно, но случаи бывают. Поэтому хороший тоже закон. Вообще там законов очень приличное количество вышло, и я оставлю ссылку под видео, кому интересно, обязательно прочитайте. Ну вот и все. Всем пока-пока.